Дорогие друзья, я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего вечера, посвященного памяти народного художника, академика Российской академии художеств Афанасия Николаевича Осипова. Я держу в руках его фотографию, смотрю на его лицо и вижу красивого, умного, сильного человека, открыто улыбающегося миру. Я встретила его таким в 70-х годах, когда мы вместе начинали работать в Союзе художников России. В эти дни 2023 года ему бы исполнилось 95 лет, но сегодня его нет с нами. Но для меня он никуда не ушел, он всегда рядом. Нас связывало большое искусство, которому мы служили, начиная с 1970 года в Союзе художников и в Академии художеств. Мы много вместе работали, много вместе ездили, открывали выставки, проводили выставкомы, проводили встречи. У нас было очень много интересных конференций. Ну и просто сложились за эти годы работы совместные, сложились просто добрые человеческие отношения. Я наблюдала Афанасия Николаевича всегда за работой. Я видела его, когда он писал этюды на природе. Я наблюдала его в мастерской, когда он работал над большими полотнами. Афанасий Николаевич всегда делился замыслом. Как-то обсуждали мы его темы будущих произведений. Он говорил о своих сомнениях, о чем-то мы спорили, ну что-то, может быть, подсказывали друг другу. Но он всегда находил свой путь и всегда, в общем-то, реализовывал свои замыслы. Вот это была главная его творческая черта. Он был счастлив, в общем-то, в своей жизни и особенно в те часы, когда занимался творчеством. И старался не потерять ни сколько времени, ни минуты времени, можно сказать. Он работал постоянно. И работал даже тогда, когда казалось, невозможно было бы выкроить это время. Когда мы ездили по городам, проводили в выставкоме, он все равно находил время обязательно написать этюд. Пусть небольшой, но оставить впечатление о поездке – это было для него самым главным. Он ездил много с делегациями, с различными миссиями, выступал и у нас в стране, и участвовал в международных поездках. И везде всегда он писал свои этюды. Ну, нужно сказать, что творческая биография Афанасии Николаевича началась в 60-х годах. Сразу же после окончания Суриковского института в 1960 году он уже принял участие в выставке «Советская Россия». Афанасий Николаевич уделял очень много внимания Якутии, уделял очень много внимания произведениям, связанные с якутским народом. И Якутия, по сути дела, стала главной его темой. И его, в общем-то, творческая такая, уже насыщенная жизнь началась именно с 70-х годов. Он создавал свои произведения, которые всегда занимали ведущее место на выставках. Это, прежде всего, правление колхоза, якутские борцы, тренер Коркин с учениками. Наконец, он писал триптихи, чтобы глубже раскрыть свою тему. Я помню, когда появился его триптих «Седой Вилюй», «В краю предков». Замечательный портрет в 1974 году появился на зональной выставке «Советский Дальний Восток», «Круповой портрет якутских писателей». Затем появилась работа «Коневоды. Белые ночи». Он писал монументальные полотна, посвященные якутским праздникам, Исаах и празднику Мунхэр, зимнему подлёбному лову. Искусство для Афанасия Николаевича не было средством развлечения. Это был, пожалуй, гражданский долг перед своим народом. И когда он задумывал новую тему будущего произведения, он всегда чувствовал ответственность. Задумывал долго, иногда подолгу искал своих героев. Я помню, как появился его праздник Исаах. Вначале был очень большой эскиз, потом было полотно, потом, наконец, он воплотил этот праздник в замечательные росписи в Якутском музыкально-драматическом театре. С его именем связано развитие не только изобразительного искусства в Якутии, но и развитие изобразительного искусства на всём Дальнем Востоке. Он много уделял внимания развитию всех жанров изобразительного искусства, всех видов изобразительного искусства. И особое внимание, начиная с середины 70-х годов, он обратил на развитие народного искусства, потому что понимал, что Дальний Восток и Крайний Север населяют многочисленные народы, имеющие свою большую художественную историческую культуру. Энергичный, целеустремлённый. Он располагал к себе людей, располагал к себе художников. Нужно сказать, он завоевал авторитет среди художников, среди своих коллег, потому что он был достаточно строгим в своих высказываниях, но вместе с тем и доброжелателем. А самое главное, он был честным по отношению к каждой работе, когда представляли работу на выставкоме. Он много внимания уделял молодым, поддерживал и очень хорошо чувствовал новое в творчестве молодых художников. Нужно сказать, что Афнаст Николаевич всегда отстаивал интересы художников. И это в этом плане, он быстро принимал решения. И в разговорах с руководителями администрации, спортивными руководителями, он был очень настойчив в том, чтобы молодым художникам, художникам выделялись мастерские, чтобы строились выставочные залы, обращал внимание на развитие изобразительного искусства во всём абсолютно регионе. У Афнаст Николаевича было очень много друзей, и он поддерживал очень тёплые и тесные связи и с художниками региона, и с ведущими художниками Москвы и Ленинграда. Поэтому на выставкомах всегда были представители этих больших интересных творческих союзов. Ну, не раз он повторял, конечно, что счастье человека – это прежде всего его любимая работа. И его жизнь была, конечно, наполнена творческой энергией. По-настоящему, во всех делах, это был творец. Афнаст Николаевич считал, что искусство является частью духовного мира. Но этот духовный мир не должен быть таким, ну, как бы, застывшим. Вот. Человек должен постоянно развиваться. И должен этот духовный мир постоянно, вслед за развитием, вслед за самоусовершенствованием человека, то же самое – развиваться вместе с ним. И, конечно, сказать, художник должен всегда чувствовать ответственность за то, что он делает. Ответственность перед народом, ответственность перед большим искусством. И масштаб личности Афнаст Николаевича выразился, конечно, в его творчестве и в работе первого президента Академии духовности Якутии, которая, пожалуй, единственная Академия духовности, которая существует в нашей стране. Ну и в заключении мне бы хотелось сказать, что Афнаст Николаевич прожил долгую жизнь, и я в своей памяти храню глубокую к нему привязанность. Спасибо за внимание. Афнаст Николаевич. Афнаст Николаевич. Продолжение следует...